В Узбекистане будет принят новый закон о правах лиц с инвалидностью, который уже утвержден Кабинетом министров. Об этом рассказал заместитель премьер-министра Азиз Абдухакимов на обсуждении ситуационного анализа о положении людей с инвалидностью в Узбекистане. Кроме того, представители ПРООН и ЮНИСЕФ презентовали исследование, которое описывает необходимые меры для успешного расширения прав и социального вовлечения детей и взрослых с инвалидностью. Ключевой принцип совместной деятельности ООН в Узбекистане в соответствии с Конвенцией о правах инвалидов никого не оставлять позади. С 2016 по 2018 год команда из более 30 местных и международных экспертов изучала потребности и интересы людей с инвалидностью. Также представителям ЮНИСЕФ отмечено, что многим людям с инвалидностью все еще сложно посещать общественные здания и социальные службы. Менее 60% заявили, что им легко или относительно легко посещать такие места, как почта, кинотеатры и магазины. Общественный транспорт также недостаточно доступен для людей с инвалидностью. Кроме того, по итогам опроса процент людей с ограниченными возможностями, которые нуждались в лекарствах, назначенных врачом, но не приобретали их из-за высокой стоимости составил 41,7%. В случае людей без статуса инвалида – 14,2%. Подчеркнуто, исходя из исследования положения инвалидов в стране, следуя рекомендациям представителей ООН и экспертов, в первую очередь правительству Узбекистана необходимо пересмотреть нормы национального законодательства. Но заместитель премьер-министра Азиз Абдухакимов сообщил, что скоро нас ждет принятие нового закона о правах лиц с инвалидностью. Его уже утвердил кабинет министров. В этом законе множество новшеств, которые позволят лицам с инвалидностью в Узбекистане чувствовать себя полностью равноправными и иметь возможность пользоваться всеми необходимыми возможностями, которые сегодня мы обязаны предоставить. Более того, заместителем премьер-министра отмечено, что серьезные изменения произошли в администрировании системы работы с инвалидами. Одной из основных новшеств уйдут ненужные подтверждения – регулярные проверки показателя инвалидности. Люди с необратимым показателем инвалидности будут подтверждать свой статус один раз на всю жизнь. Кроме того, Азиз Абдухакимов поделился о конкретных мерах по реализации пунктов нового закона. Также их медицинское обслуживание, создание доступной среды для инвалидов, они тоже отражены в этом законе. Конечно, надо сказать, что реализация этого закона потребует очень больших усилий всех ответственных министерств, ведомств, а также это потребует очень серьезных расходов и государственного бюджета. Но, тем не менее, мы готовы к этому. Сделаны необходимые расчеты и в следующие годы, я думаю, что с принятием этого закона Узбекистан еще быстрее будет двигаться в сторону обеспечения всех положений Конвенции ООН по правам инвалидов. Также им было подчеркнуто, что принятие этого закона повлечет за собой изменение законодательной базы и системы финансирования. Но самое главное – это включение пункта о применении строгой антидискриминационной политики для обеспечения гражданам Узбекистана со статусом инвалидности равенства прав во всех сферах жизни. В частности, была отмечена работа команды экспертов «Книга об анализе положения детей и взрослых с инвалидностью в Узбекистане». В результате анализа ситуации детей и взрослых с инвалидностью в Узбекистане даны 20 рекомендаций по совершенствованию политики в отношении людей с инвалидностью. Среди них, кроме ранее упомянутых, разработка сбора данных о домашних хозяйствах и проведение соответствующего обучения для всех специалистов государственных социальных служб, учреждений здравоохранения и образования.